Приветствую вас! Мне кажется, что прежде чем думать о том, как возвращать парня, надо бы подумать о том, для чего вы хотите его вернуть, с какой целью вы хотите это сделать, то есть зачем вам нужно его возвращать. Особенно если он ушел, особенно если он выбрал жить, например, жить или быть без вас. То есть какая такая вот необходимость, значит, его возвращать. Если вы делаете это для себя, если вы хотите вернуть его для себя, то тогда речь идет о ваших желаниях. И, соответственно, получается, что в некоторой степени здесь вы поступаете, ну, довольно эгоистично. В том плане, в том плане, что вернуть вы пытаетесь мужчину, потому что вам, вам так хочется. вам этого хочется, вам хочется его вернуть. Хотя, на самом деле, мужчина, например, этого не хочет. Ну, допустим. В этом случае, конечно, нужно поисследовать ваше желание, чего конкретно вы хотите, что конкретно вам нужно, в чем конкретно вы нуждаетесь, и почему, собственно, вы нуждаетесь в этом именно через молодого человека, ну, то есть через парню. Вот. Это такой аспект. Следующий аспект. Это, значит, то, что ваш парень ушел, очевидно, что он решил с вами не быть, и у этого тоже есть свои причины. То есть есть причины, по которым мужчина решил с вами в отношениях не находиться. И эти причины тоже нужно знать, если мы хотим вам помочь. Потому что в противном случае, в противном случае не разобравшись с причинами ухода молодого человека, вы рискуете, в общем-то, потратить свои силы впустую, и так его не вернуть. То есть по итогу будет потрачено много сил, много усилий, вот, а результата не будет никакого. То есть тут сперва нужно определить все же, как так получилось, что вы расстались с ним, и из-за чего вы с ним расстались. После этого, конечно, нужно продумать свое поведение. То есть продумать, как показать ему, что вы сделали выводы, ну вот, просто сделали выводы, относительно своих ошибок, вот, и как показать ему, что вы исправились, и что больше так делать вы не будете. Но именно со своей стороны, что вы можете сделать, без анализма, без каких-то резких движений и так далее. После этого нужно выбрать наиболее хороший и удобный для вас способ взаимодействия с ним. То есть посмотреть, как вы могли бы донести до молодого человека своего, что вы какие-то вещи для себя поняли, поняли, открыли, переосмыслили и так далее. Еще один немаловажный объект заключается в том, что вернуть отношения. То есть именно вот сделать их такими, как они были, были раньше, например. Вы не сможете. Потому что и вы, и молодой человек получили опыт, и вы, и молодой человек извлекли для себя какие-то выводы, вот, из этой ситуации, по-любому, по-любому, да, по-другому не могло быть. Никак. Вот. И два раза в одну реку войти вы не сможете. Скорее всего. Это совершенно точно, вот. Поэтому, здесь я рекомендую вам ориентироваться именно на построение новых, качественно новых отношений. То есть именно качественно новые отношения. вот. Которые, ээээ, включают тот опыт, который у вас был до этого, и который, эээ, включает в себя новый опыт, который вы получили, эээ, значит, через прохождение новых, новых, ээээ, новых для себя ситуаций, новых для себя моментов. Вот. только так, эээ, можно, значит, вернуть вашего парня. Ну, и, эээ, с точки зрения, опять же, эээ, гендерной, чисто гендерной точки зрения. Будет лучше, если вы вспомните, какое женское поведение нравится, эээ, молодому человеку. То есть, что конкретно нравится ему, эээ, из поведения женщины. Вот. И, ээээ, значит, активно это применять. Ну, естественно, не сразу, естественно, не сразу, а, скажем так, по прохождению какого-то времени, чтобы молодой человек не подумал, о том, что вы хотите его обязательно завоевать. ну, сразу. Вот. Ибо это было бы неправильно. Вот. Именно, ну, неправильно, именно для вас. То есть, если вы хотите выстраивать отношения с ним на более в качественном уровне, в качественном уровне, принципиально новым, в качественном уровне. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. поскольку вопрос вы задали очень с краской, вот, то, соответственно, краска и общая, то есть, вопрос был задан как очень общий, вот, то, соответственно, и ответ на него получился тоже достаточно общий, вот, ну, просто потому что для более конкретных ответов и рекомендаций нужно больше информации о себе. о вас, о парнях, о ситуации в целом, о причинах расставания и так далее. Нужно вместе с этим, вместе с этим, конечно, чтобы вы подумали над всем тем, что я постарался до вас донести, вот, чтобы вы подумали над всем этим, вот, и чтобы подумали над тем, что из того, что я сказал, вы могли бы применить на практике конкретно. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! и удачи! 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 Продолжение следует...